Друзья, вы слушаете мой эфир из, можно сказать, из Южной Каролины и из Флориды. Мы вместе с Леной Шеф выходим. Сегодня у нас проект «Женское мужество. Борьба за жизнь супруга, смерть мужа». И тема у нас сегодня «Как утешать вдову? Что сказать, чего не говорить?». Мы в эфире будем буквально час. Автор и участник этого проекта Елена Шеф и ведущая я Ольга Онищенко. Мы уже провели многие темы, и сегодня будет важный вопрос подниматься, и будем также по мере возможности продолжать быть в эфире. Леночка, как у тебя настроение? Как дела? Готова, Олечка, к передаче. Какая-то жизнь подготовила. И очень рада тому, что есть ты у меня, есть наши зрители, есть люди, которым эта тема нужна. И прошу делиться тех людей, которые посчитают это темой важной для кого-то, для, может быть, просто сердце Бога будет побуждать поделиться. Пожалуйста, делитесь эфирами важной для кого-то. Сори, я тут стараюсь с Фейсбуком разобраться. Говори, да, да. Все, мы в прямом эфире и на Инстаграм, и на Фейсбук, друзья. Леночка, твое время. Всех, кто присоединился, всех приветствуем. Приветствуем всех. Всем спасибо, что присоединились. Мы очень рады, что вы с нами на такие жизненно важные темы. Олечка, я также тебя прошу, участвуй, задавай вопросы, потому что я знаю, что у тебя тоже опыт есть. Бог провел тебя через долину плача, долину скорби, и у тебя было время восстановления, длительный период, хороших семь лет, где ты изливала свою жизнь, свое сердце в книге, которую ты написала. Она, кстати, вот у меня на английском сейчас этот вот материал у меня называется Пазл Эл Илюши, да, Де Пазл Эл Илюши. И я тоже делюсь этими книгами. У меня есть много копий, которые ты мне оставила. И когда я вижу, что у человека есть нужда и ищет ответы на вопросы, которые, Олечка, именно ты задавала Богу в твоей ситуации с твоим ребеночком, новорожденным, это прекрасная книга, которая поможет прожить, поможет пройти путь, поможет понять некоторые вопросы, которые ты задавала Богу. Сегодня тема такая, которая, я заметила, будучи уже вдовой около 10 месяцев, больше 10 месяцев, я поняла, что происходит, каждый месяц что-то происходит. И что я замечала, люди не чувствовали себя комфортабельно, некоторые в присутствии людей, которые потеряли своих близких, не только мужей, детей, даже родителей, близких родственников. Жена мужа потеряла на земле. Они не потеряны, да, они у Господа, мы же верующие, мы верим в то, что Бог их готовил, Бог их забрал, их душу, дух, и они с Богом царствуют. Мы оплакиваем здесь наше состояние. Правильно, Ольга? Мы оплакиваем себя. И нашу потерю, нашу боль, разлуку мы оплакиваем. И не их, что им там плохо, а мы оплакиваем, что нам без них очень здесь тяжело и плохо, даже тяжело привыкнуть. И люди со стороны не знают, как тебя успокоить, что тебе сказать. Многие говорят, ты никогда не был такой ситуации. И считают нужным просто обойти. Не потому, что они не хотят внимания уделить, а потому, что они чувствуют себя очень неудобно в этой атмосфере, где, если ты хочешь, ты слово скажешь, родова уже прослезилась. Или вдовец, или мать, которая потеряла, там, отец, потеряли детей. Это не то, как к вдове относятся. Это одно, и я говорю с твоей точки зрения, потому что то, что я пережила, как вдова. И, Ольга, вот я хотела тебя спросить, как ты думаешь, после того, или как ты вот сейчас чувствуешь, после того, что ты прошла такой путь, ребеночек ушел к Господу, прожил очень мало. И сколько ты не старалась, сколько медицина не прилагала усилий, пришло время, и Господь его забрал. Буквально от мучений, потому что он проходил свои мучения здесь, через операции, через другие процедуры. И как мать, ты это видел, у тебя болело сердце. И когда ушел ребенок, как ты думаешь, Олечка, ты уже знаешь, что сказать матерям? Как их утешить? Как подойти? Что сказать, что не сказать? Я хотела у тебя спросить. Потом я скажу со своей стороны, как вдова. Да, Леночка, спасибо, что спрашиваешь. К нам подключаются и пишут привет, о чем идет речь. Речь идет, друзья, именно о том, тема сегодня, как утешать вдову, чего сказать, чего не говорить, что сказать, что не говорить. Но мы можем даже и обобщить это во всем, как Лена говорит, не только вдову, вот мама потеряла сына или отец потерял дочь, да, что говорить, что не говорить. Конечно, Лен, да, когда я прошла, я уже не скажу, что я на все 100% перфект, но более-менее я понимаю, где промолчать, а что можно сказать. И знаешь, да, многие боятся. И я часто говорила, что если ты не прошел, лучше промолчи. Многие мне даже говорили, почему ты в душу лезешь, да? Служение открытой сердце, наша программа открытой сердце, это душа, это открытая душа, это открытое сердце. Не каждый хочет делиться своими слезами, своим горем, своим пережитым. Но такие люди, как я и ты, мы делимся, мы открываем душу. И это не то, что сказать, что я лезу к тебе в душу. Нет, ты сама хочешь открыть. Почему? И я это делала, я открывала мою душу, я выплакивала, я делилась в книге, в программах, потому что я говорила, я прожила. И я хочу поделиться опытом, чтобы помочь кому-то, помочь людям, понимая друг друга. Я чувствовала, люди не понимают друг друга. Люди говорят то, что больно слышать. Кто-то говорил то, что было елей на сердце, кто-то говорил то, что было больно слышать. Поэтому и ты сегодня делишься, чтобы лучше мы понимали друг друга. И кто, как не вдова, поймет другую вдову. Я, например, пойму маму, у кого умер маленький ребенок, ты поймешь вдову. Но когда мы делимся, мы учимся друг от друга, и мы начинаем понимать. И здесь, Ольга, тема, она, мне кажется, для любого человека, который имеет страдания, добрая душа, открытое сердце, пред Богом. Я понимаю, мы должны быть мудры, когда мы открываем свое сердце. И также, когда мы открываем свое сердце и душу публично, как вот сейчас через странички Инстаграм, Фейсбук, мы понимаем, что мы можем быть непоняты кем-то. Эта тема, она печальная. И печалиться тоже, кажется, ну, это не фан. Мы хотим, чтобы все было классно, весело, прекрасно. Это тоже хорошо. Но когда время печалит, мы должны хотя бы попытаться понять вдову, сироту, родителей скорбящих, вдовца скорбящего. И мы не знаем, через что проходит человек. Каждый по-своему проходит печаль и горе. И что говорить даве, что не говорить, как ее учешить. Особенно же в Библии написано, служите вдову Мессиера. Как служить, когда ты не знаешь и боишься что-то сказать? И очень, да, согласна. Это не в том плане, что вот она вдова, теперь уже как бы ходит попрошайкой, или такой у нее статус, типа как неприкосновенности, да? И вот, не дай бог, мы ей чем-то откажем. Не дай бог, что она у нас попросит, чего мы не сможем сделать. И мы не знаем, что ей сказать. Лучше нам уйти в сторону и сделать вид, что мы как-то вот не заметили, не увидели. Хотя со стороны, когда человек очень раним и горем, как говорят, горем прибит, я не скажу убит, а скажу, что прибит, сердце очень чувствует человека. Я даже сама это убедилась в том, насколько ранима душа и сердце, что мы чувствуем со стороны того человека, который пытается сделать вид, что тебя не замещает, потому что наверняка они знают, что сказать. Та семья или те люди. Или как бы вы так украдкой посмотрели, вроде улыбнулись, но как-то так, как будто они сделали вид, что они заняты. Чем-то. И вот нет времени им не до тебя. Но это нормально. Жизнь идет своим чередом. Понятно, не все мы можем утешать друг друга. Сейчас я больше знаю. Я раньше не понимала вдох. Я думаю, ой, как плохо. Как же она бедненькая одна. Но у меня не было близко-близко в семье и друзей, не было вдох. Не было. Вот чтобы я как-то какой-то опыт имела. Это первый мой опыт, он в принципе на мне. И я начала понимать, что если я не буду голосом вдовы, может, не всем вдовам надо. Но тем, кто... Я разговариваю, Олечка, сейчас, когда я начала выходить в эфир и писать об этом больше, я разговариваю сейчас с вдовами почти каждый день. Сегодня вот ехала я домой, готовилась к этой передаче, я разговаривала с вдовой. И женщина прекрасная. Где-то около... Прошло, по-моему, между 5 и 6 месяцами, как муж ее ушел. Она еще продолжает очень-очень скорбить, потому что это очень малый период времени. Она плачет. И я знаю, что... Я понимаю ее. Я не могла плакать. Я не могу плакать. Какими-то такими маленькими периодами, такими резкими. Потом раз у меня душа сжималась и закрывалась, как на ключ, как на замок, как вот зацементированные чувства. У меня еще не было такого, чтобы я могла выплакаться, чтобы я могла просто вдоволь дать слезам волю. У меня этого нет. Хотя мне уже сказали, я спросила, от этого бывает легче? Говорят, нет, от этого не легче. Просто, что вот как-то чувства, они, может быть, легче для организма. Может быть, страстиком прям снимается. Но каждый проходит по-своему. Что сказать давее? Если есть опыт, что бы я сказал? Как я сейчас говорю вдовам. Я очень тебя понимаю. Я чувствую твою боль. Я прошла это или прохожу. Я рядом с тобой. В любое время дня, суток, в любое время суток, звони, пиши. Если я не сплю, если я не занята, не работаю, я отвечу. Или хотя отпишу, что позже отвечу. Я пытаюсь сказать и хочу от сердца сказать, что я рядом. Потом, когда приходит время, и нам говорят, ты неправильно скорбишь. Вначале могут сказать, выбрось все фотографии, выбрось портреты, потому что мне это помогло. Например, другая вдова говорит. И ей это помогло. Но это не значит, что это хороший совет для той вдовы, которая только потеряла мужа. И она еще не может ничего этого выбросить. Потому что она никогда это не сделает. Неправильный подход. Может быть, хороший совет. Но она очень осторожна с этими советами. Очень деликатными быть. Потому что, например, когда мне сказали, что забери портреты с ними, и, возможно, вот мне это мешало. А я, например, у меня вот сзади меня портрет мужа. Огромный портрет мужа на холсте. И он мне не мешает. Он никак меня не огорчает. Лично это мое состояние. Кого-то, может быть, это просто приводило бы в большое расстройство такое психологическое, может быть, эмоциональное. Для меня нет, это не проблема. У меня весь дом обвешан портретами мужа, где я с ним, дети с ним, в наших периодах жизни, разные сезоны. Это, получается, оголить все стены. И выбросить прошлое, это моя история, это моя жизнь, это история моей любви. Например, другой момент, сказали вещи собрать. Другие советовали, собери все вещи, сразу запрячь, бери, раздай, продай, ну, все что угодно, там, донейшн сделай. Это тоже не все могут. Я это не могла сделать. Я даже не могла притронуться к этой вещи, к его, потому что болело так сердце. Я не могла притронуться даже к его одеколону, к его расчески, к его другим приборам бритвенным, потому что мне это причиняло боль. Я не могла, это такое впечатление было, как будто я выбросила бы память и мою любовь, которая невозможна. Это все равно, что ампутирует руку или ногу человеку, и он еще чувствует боль, как там нога чешется, или болит, или еще что-то, или терпнет. Это все равно, что ампутировали у человека часть его, ее. И, как если мы жили еще очень, находится в любви, достигали любви, притирались, достигали, учились, и достигли любви, высшей любви, кого можно достичь на земле. Плюс у тебя Марк мужчина, он сейчас уже взрослый, он может спокойно носить Виктора вещи. То, что Виктор и сказал перед смертью, мои вещи оставь сыну. Я тоже понимаю, некоторые вещи мой сын не может носить, это я знаю, какие, но я понимаю, что я не могу, и сейчас их кому-то отдать, если придет, когда придет то время. Вчера разговаривала с одной женщиной, которая ведет передачи и с двумя прекрасными женщинами, и они говорят, нет, конечно, когда придет время, должно свое время прийти. Каждая вдова, каждая мать, которая потеряла детей, каждый отец, который потерял детей, вдовец, который потерял свою жену, по-разному проходит период времени, скорби. Что еще можно сказать? Можно сказать молча, без слов, можно сказать, нашими жестами, мимикой лица, действиями. Мы же говорим нашими действиями. Мы знаем, что там вдова. Мы видим на страничках Фейсбука много. Мы знаем тех людей. И почему-то есть тенденция, я потом, как будто мы отмахиваемся, а та там ей много пишет, а та там ей много, наверное, звонят. У нее такой саппорт, наверное, у нее есть те люди, которые, что-то мы. Или, например, у меня некогда. люди, которые приходили к тебе в гости, были рядом за столом, общались. И подсознательно ты думаешь, возможно, вот какой-то день тебе зазвонят или постучат дверь те, которые были рядом. И сколько я слышу сейчас у многих вдов, я уже слышала именно личные исповедания, говорят, куда-то исчезают наши друзья. Такое впечатление. Даже те, которые говорили мужу, ушедшему уже у Господа, говорили, что мы будем рядом, мы не бросим жену. Сами говорили, что будем рядом. И говорят, куда-то исчезают, мы пишем, звоним, что-то случилось, как бы ожидаешь подсознательно. И говорит, не отвечают. Мне недавно Адова сказала, которую мужа потеряла буквально в августе, ушел к Господу, и для нее очень сложно сейчас это прожить. Она в болях потери. И когда еще мы говорим, что если мы не можем прийти рядом, побыть, послушать, резко исчезает подруга или друг, это нехорошо. Этот человек замечает просто огромную боль. Эта женщина или этот вдовец, мужчина или женщина, которая слава с тобой, она это чувствует. Я это чувствовала. Сейчас я поняла больше. Я прожила эту боль, что Бог посылал мне помощь через других людей. Именно какую помощь? Просто те, которые со мной могли быть. То ли это виртуально, то ли это через звонки, то ли это иногда приезжали и просто говорю, Лена, ты готова? Что ты делаешь? Поехали в кафе. На днях у меня была такая прекрасная женщина. Она как только нашла свободное время, она говорит, Лен, я уже тебе давно думаю, что ты сегодня делаешь? И я все откладываю и еду. Она приехала, забрала, мы посидели, взяла Марка с собой, мне сын с собой нуждами, ему 26 лет, он атистик. Я взяла, я говорю, ты знаешь, у меня Марк. Она говорит, он мой тоже друг. Говорит, мы поехали. И мы где-то около часика-полтора провели время, она меня привезла домой, и именно мы поговорили о жизни, вспомнили хорошие моменты. Я вспоминала, она рассказывала о своей жизни, и мы провели прекрасное время. Это получается вроде как не всегда знаешь, что сказать, но если есть желание. Или просто возле двери поставить букет цветов и написать записочку. Может, просто по почте что-то прислать, если не можешь, или человек не может приехать, и не знаешь, что сказать. Или просто пять минут у дверей, у меня нет время, я так спешу, но я все время о тебе думаю, я молюсь за тебя. и если что, давай где-то поедем вместе куда-то. Присутствие, даже если рядом выслушать вдову, может быть, кому-то скучно, кому-то вот надоело, у кого-то счастливая жизнь происходит, тот момент, у нас у каждого есть сезоны. Но и мы, если мы научимся иметь ухо, ухо, через которое Бог поможет этой вдове хотя бы кому-то высказать, или выплакаться, но сказать, я рядом, в любое время. Постучать в дверь вдовы, это больше, чем постучать в дом, где весело и хорошо. Я этого раньше я понимала в общем, но до конца я не понимала. Там, где закрывается дверь, сердце двери, для тех людей, которых вы знаете, это, да, это тяжело прожить, зная, что человек не, как-то вот, сказать, тот, которого ты думаешь, вот-вот, может быть, придет, может постучит, может быть, как-то, как я помню, я как-то ждала, 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 и потом поняла, что не стоит. Потому что не то, что там мне не хватает внимания, нет, просто ты как-то подсознательно понимаешь, ну, видят же на интернете некоторые мои посты, ну, слышишь, что я говорю, я же вижу, понимают же, но почему ты сделал решение игнорировать, и оно видно, что это игнорируется, поэтому, если вы стараетесь обойти человека, у которого больно, он и потом знает, он это чувствует, тем более, я имею в виду, когда вы знаете друг друга хорошо и живете неподалеку. Я вижу, что поддержка, я не говорю, что она мне сейчас нужна, я такой человек, что я, я не я еще общение, я общительный человек, я буду звонить, сама говорить, спрашивать, интересоваться, но все равно хочется, чтобы тебе человек проявил инициативу сам. Почему? Потому что оно так лечит. Может, ты понимаешь, вау, даже когда в радости мы приходили, разряли время в доме их или в нашем доме, мы пили чай, нам было весело вместе, а когда тяжело, человек либо говорит, у нас нет время, а для чего тогда у нас есть время, друзья? Олечка, для чего у нас есть время? Если у нас нет время для того, чтобы сделать добро. Можно у меня такой встречный вопрос? Я встречаюсь с тем тоже, что люди прошли трудности, похоронили близкого, бури, да, и им, не дозвонишься, пишешь, стараешься, не дозвонишься, люди не берут трубку, не перезвонят, не отвечают. Может быть, и человеку, кто в горе, надо задуматься, что все-таки ты должен быть более открытым к людям, чтобы тебя не оставили, чтобы тебя не забыли. Я не говорю это в твой адрес, но я говорю это то, что я тоже слышала. Поэтому мне кажется, даже если человек в горе, он все-таки должен стараться перезвонить, ответить. Хотя бы коротко сказать, я не могу, перезвони попозже, да, а просто если человек не отвечает, ну как ты ему поможешь, если он не отвечает? Да, я имею ответ. В 2007 году я прошла сильнейшую депрессию. Мне не хотелось никому отвечать. Будучи общительным человеком, который я всегда есть, была и буду, надеюсь, мне было очень сложно говорить с людьми. Мне было больно от того, что мне не хотело жить, мне было очень тяжело. это длилось год, глубочайше депрессии от испуга, от того, что происходило на marketplace, то, что происходило в 2007, в 2008, 2009. Но в 2007, это просто у меня был период такой, где я испугалась обстоятельств. и меня дала волю моему, как говорят, imagination уже представлять себя там, где я еще не была. И я не заметила, как меня уже втянуло вот эту красину негатива, депрессии. И я не хотела говорить, я не хотела ничего смотреть, я не хотела на улицу выходить. Я одевалась буквально в такие вот как будто вретище, потому что то, что было внутри, то было снаружи. Вдовы многие, можно бы не правильно сказать, не многие, да, скажем, некоторые, чтобы никого не обидеть, правильно сказать, некоторые, которые не отвечают. Может быть, не то, что даже вдовы, а мамы, которые потеряли деточек, или там своих родителей, которые так близко были с ними, и они так тяжело переживают. Они буквально не могут взять телефон в руки. Они буквально игнорируют все, потому что им это причиняет боль. Мне, когда люди, и тогда мало, у меня не было такого много общения, платформы такой не было, как сейчас в интернете, на фейсбуке, Олечка, на платформе вот твоего служения, меня не было. И эта депрессия меня в итоге сделала сильнее. Я искала выход, но это взяла почти год. И у меня, это следующая будет тема, Олечка, можем об этом поговорить, мне Бог чудом освободил. Чудом. Но это было в один миг. И базируясь на плодах, которые я строила на зыбких песках свой дом, а потом я начала строить шаг за шагом твердую платформу, на это взяла почти год, где я могла выйти из депрессии. Но я выкарабкивала своими руками. Об этом никто не знал, кроме моего мужа, и мои дети были маленькие, ничего не понимали. Не совсем маленькие, но подростки не понимали, что происходило со мной. Об этом никто не знал. Никто, ни в церкви, нигде, и мне было стыдно об этом сказать. Но по мне было видно, просто люди не обращали внимания. Я могу сейчас определить человека, который в депрессии. Я посмотреть на него, я могу сказать, тем более, если знаешь, каким тот человек был раньше. И мы должны быть очень внимательными к телу, к телу Христова, наша церковь, мы должны быть внимательны к нашим близким. Мы должны быть внимательны, почему нет той женщины или того мужчины, если друзья, вот мужчина, я говорю за, вот у мужчин есть друзья, пожалуйста, обращайте внимание. Или почему нет уже столько там в общении, в церкви, где-то, что случилось, также и женщины, обращайте внимание, друзья, обращайте внимание. Не игнорируйте, просто так. Будьте вот этим добрым самарянином, добрым, внимательным, сострадательным. И если эта женщина проходит, или мамочка, в такой период времени, заставить себе трудно, потеря настолько для нее велика, ей ничего не хочется. Что ей хочется, я скажу, ей хочется умереть. А когда человек умирает, ему не до селфонов, я по-моему же своему знаю, ему не до разговоров, не до инстаграм, ему не до текст-месседжей, он даже в руках телефон уже физически не мог держать, и он не отвечал на звонки, ему было абсолютно все равно. Хочется умереть. И если в таких ситуациях друзья скажут, ну я позвонил, один, второй раз, третий раз, она не отреагирует. Она говорит, или она говорит, что это не значит, что будет друг. И ты друг Иисуса, Иисус бы оставил бы, например, эту женщину вот так. Я не думаю. И просите у Бога мудрости, чтобы Бог помог. Дорогие женщины, дорогие, в таком состоянии, и вы думаете, как мне достичь этого человека. И продолжайте искать метод, найти все-таки общение, что-то принесите, какое-то вот горячее что-то, блюдо. Может быть, если есть возможность, поговорите с мужем, прийти с семьей, поговорите с мужем, жены, например, что происходит, чем можем помочь, как можем поддержать, передайте им эту записочку. Это очень важно, абсолютно важно, иметь это чувствование, навыки Христа, дорогие друзья. Тем более, мы верующие, мы должны ставить боль наших близких, особенно друзей, подруг, знакомых, которые вы знаете, что вы чем-то можете помочь. Не игнорируйте, не игнорируйте. Бог побуждает нас, Бог побуждает меня сегодня говорить на эту тему. Не потому, что мне делать нечего сегодня, и не потому, что я больше всех знаю. Но там, где я, то, чем я делюсь, это маленький мой опыт. Всего лишь 10 месяцев прошло, с момента, когда ушел мой муж. Но это опыт, такое впечатление, как будто мне прошло 10 лет. Оно вроде как и много, и мало. Но почему 10 лет? Потому что говорится, как мало прожито, как много пережито. Это очень известного автора слова. Возможно, вы знаете, кто это. И мало прожито, но много пережито. И дорогие друзья, что не говорить? Мы уже немножко коснулись. Почему-то я заметила, Олечка, что у нас, не знаю, вот я тоже был опыт, в среде, некоторых, опять говорю, некоторых, глубоко верующих, церквей, людей, мы пытаемся как-то сказать скорбящим женщинам, мужчинам, например, может, женщинам больше, как-то, может, мужчина больше крепится, женщина больше эмоционально, это может, ну, переживает, или открыто, или закрыто, но на них это больше, что садится, снаружи видно, например, сказать, как ты можешь так скорбеть, некоторые вдовы делились, им говорили, как тебе не стыдно так скорбеть, вообще, как бы, пытаются закрыть ее эмоции, заставить ее, проглотить ее горе, вот это вот затолкать в уголок сердца, замазать его чем-то, и сказать, как ты так можешь, Господь взял все твои болезни, проблемы, как ты можешь так скорбеть, а что написано в Библии, мы должны скорбеть, плакать с плачущими, и веселиться с теми, кому весело, или мы должны им сказать, хватит тебе скорбеть, я понимаю, есть предел всему, но от этого не легче скорбящим, когда мне говорят, да сколько ты уже скорбеешь, 3 месяца прошло, друзья, 3 месяца, это как 3 часа, именно в медицине даже говорят, что это 3 месяца, вот именно скорбеть, глубоко, это даже ожидают, что это будет. Если там человек затягивается долго, и то, если вы видите, что человек что-то бегает на кладбище каждый день, там чуть ли не ночует, ой, как странно, он так странно себя ведет. А рядом вы были, чтобы поддержать ее? Сказать, ты сегодня на кладбище, у меня есть немножко время. Позволь мне пойти с тобой, позволь мне, можно я побуду с тобой? Неприятно, не хочется, например, день так провести, с той, которая плачет, или с тем, который плачет. Но я, как сказать, вот спросить, если можно, может быть, не всегда вдова захочет, но я всегда готова и не один раз это сказать. Я знаю, что мне очень хотелось, чтобы мне угостили чаем, и об этом много говорила. Даже в некоторые места, куда я немножко напрашивалась в гости приходить, мне быстренько сразу начинали без вопроса наливать чай. Я думаю, ребята, так вы знали, что я хотела, чтобы меня на чай пригласили. Почему-то хотелось чай с корицей. У меня что-то корица меня просто успокаивала. Вот именно чай с корицей хотелось. С корицей этого тепла. Это что по-английски? По-английски как это, корица? Синамин. О, синамин. О, вау. И я знаю, что каждый по-своему проходит, но мы должны иметь ухо Иисуса Христа. Чтобы, по-моему, и сердце открытое, так как если сердце у нас закрытое, мы не услышим. И может это передача для того, кто не знал, как помочь. А мы не знаем, что сказать. Мы так украдочкой, так как-то проходим мимо. Вот за столом в церкви может где-то сидят, может где-то на одной скамье в церкви сидят. Либо там на свадьбе, или вдовцу посчастливилась, пригласили на свадьбу кому-то, на какой-то праздник и пришла вдова. Как говорится, да, мы не хотим на празднике о чем-то говорить. Ну просто обними и скажи, я тебя очень люблю. Скажи хорошие слова. Если ты приемлема, например, женщина сказать, женщине, я тебя очень, очень люблю. Ты для меня очень дорого. Помню, я пришла недавно в церковь. Здесь в Анисе открывается Новая Церковь и на Великолепную Церковь. Я уже сегодня была на митинге прекрасного общения, завтрака, где люди собирались, чтобы иметь возможность быть волонтерами и поддерживать руки лидеров и иметь желание, кто имеет желание быть этой частью, быть вовлеченным в служение церковное. И это был прекрасный завтрак, это прекрасно было организовано. Я познакомилась с многими людьми и уже многие меня знали. И что мне было очень приятно, когда люди говорят, мы тебя знаем, ты нас не помнишь. Мы тебя видели там на конференции, которая, кстати, меня пригласили сразу после того, как муж мой ушел к Господу, после похорон. в начале февраля была конференция, когда моя прекрасная душа, тоже зовут ее Елена, фамилия Мэй, пригласила меня на конференцию, даже оплатила эту конференцию, мне уже было поздно регистрироваться, но меня зарегистрировали. И мне говорят, мы с тобой разговаривали, ты помнишь? И я просто людей не помнила. А потом уже два раза, вот они подходили, говорят, да, говорят, мы на конференции знакомились, говорят, не помнят, потому что в тот момент тяжело запомнить. У тебя совсем ты не там, ты на конференции, но ты не там. Но мне хорошо было на конференции, и слава Богу, что меня туда пригласили. Мне было больно, но у меня приходилось, что они помолились. Я выходила наперед, падала на колени, руки Богу поднимала, говорю, Господь, используй меня, Боже, мне тяжело в этом горе, в этой боли. И сегодня, Олечка, я делилась одной из вдохновений, она, кстати, тоже с Украины живет. Сейчас она в Турции. Они туда с мужем были, переехали из-за того, что происходит в Украине, на Украине, и муж ее за три месяца от болезни ушел. Я не могу говорить, кто и что, я не спросила разрешения, но в общем-то в чертах нарисовала. И она такая прекрасная душа. Как она сейчас скорбит о своем муже? Мы с ней разговаривали сегодня, по дороге ехала домой, готовились даже к этой передаче сегодня нашей. И я тоже говорила, как ты думаешь, о чем я могу сказать, как бы очень голосом, да вы, вот она говорит, это будет наша следующая тема, поговорить о том, что любовь не заканчивается, она не уходит, она есть. С уходом мужа, или с уходом жены, у любящих людей друг друга, любовь не заканчивается, она просто не исчезает. И так просто забыть, закрыть дверь, это невозможно, это часть твоей жизни. Сегодня тема, которая была у меня давно на сердце, я ее очень хотела хорошо озвучить. Друзья, если есть у вас какие-то вопросы, пишите, открыто пишите. Никого здесь не имею желания упрекать. Я делюсь пережитыми, делюсь с теми, даже мои разговоры с вдовами, которых я с удовольствием хочу выслушать, потому что я знаю, что мне как вдове легче будет их понять, чем тем, которые не прошли. Я бы не поняла никого из вдов сейчас, если бы я не была вдовой. Я была бы такой же, может быть, ну посочувствовала бы и жила бы своей жизнью. И не слышала таких передач, что так надо делать. Я нигде их не видела. И может быть, это для тех, когда вы каждое утро встаете, Господи, мы говорим, я так тоже говорила, используй меня, Господь. Сегодня твой день. Увидел, опять вот эта вдова, опять что-то ей надо, что там она пишет, опять она скорбит. Да сколько можно? Три месяца прошло. Или десять месяцев прошло. Все об одном и том же. Мне так сказали, я говорю, вы заходите на мою страничку иногда? Какой-то разговор был. Нет, честно тебе, признаюсь, нет. У тебя там одно и то же. Я понимаю, что это не для всех. Ну, а когда у тебя, а когда было у меня радостные дни, мне говорили, делила своим счастьем, делила своим, писала о том, как можно своими руками, с Божьей помощью, построить счастливый дом, построить счастье между мужем и женой. Когда мы такие все разные, мы друг друга любим, но не понимаем друг друга. И когда я говорила об этом, мне говорили, она притворяется. Ей делать нечего. Это не так. Это просто все наглядно. Это просто... И когда ты уже об этом говоришь, то тоже говорят, там это притворно. Когда горе пришло, постучалась ко мне дверь, а у тебя тоже одно и то же. То есть, я уже поняла, независимо, горе, счастье, болезнь, оно кому-то надоедает, или кого-то раздражает, а для кого-то или... Потому что я смотрю, что мне, когда после нашей передачи мне пишут женщины и говорят, спасибо, что ты есть. Тебе, Оленька, писали тоже. Олечка, спасибо, что ты есть. Спасибо за передачи с Леной. Спасибо за твое служение. Хочешь, я скажу, что я прямо сегодня услышала, ты за Турцию говоришь. И я тоже увидела гостей из Турции. И мне говорят, Оля, вас слушай. Спасибо. Одна моя здесь у близких друзей, она говорила, ну, покажи плоды, покажи плоды. А сегодня приезжают ее дети из Турции и говорят, они рассказывают, что они тебя там слушают, что они там учатся, как делать женские служения, учатся у вас. И я говорю вам, вот видите плоды. Вы ждете плоды, чтобы поддержать наше женское служение? Они есть, просто они не всегда видны. Поэтому очень приятно слышать, что мы кому-то полезны. и от нас учатся и поступают по нашим поступкам тоже. Это очень классно, Лена. Ты знаешь, Ольга, для чего надо жить? Мы должны жить, чтобы делать добро, творить добро. Если есть возможность, и мы искренне просим Бога, Господь, открой мир. Я не напрашиваю, друзья, это не то, что я сейчас напрашиваю, что вы ко мне в дверь постучали. Вы знаете, это все прекрасно, когда мы это делаем. Я хочу, чтобы вы заметили тех людей, которые не могут подать голос. Свой голос, да вы, голос матери, которая потеряла ребенка, голос отца, который потерял ребенка или мужа, который потерял жену. Я раньше не понимала. Не потому, что я была бессердечная, а потому, что я не была в их состоянии. И об этом, опять повторяюсь, никто не писал так официально. Мне нигде на страничке в Фейсбуке это не выпадалось или Инстаграм. Я не слышала на эту тему про поведение. Я очень хочу ободрить жен пастырей. Я знаю, что у нас очень много в церквях есть разных отделений, которые заботятся, миссионерские отделения. Собираем нам миссию, помогаем для детей, для молодежи, для подростков, для маленьких, для младенцев и другие ячейки или какие-то служения. Вы знаете, если у вас есть люди, которые могут служить тем, у которых ушли близкие, вдовам, вдовцам, матерям, и отцам, которые потеряли детей, те, которые потеряли близких, и они очень скорбят. Очень хорошо иметь такие, не два раза в год собрания, собрания большие, пригласят на банкет, например, или вечер воспоминаний, обычно делается где-то около Рождества или Дня Благодарения, собирать вдов и как с ними проводить время или вдовцов. Вы знаете, очень хорошо иметь при церкви, это мне в душе, я просто говорю, Господь, покажи мне, есть это мое место, помоги мне быть этим голосом, иметь такую, такую группу, где каждый раз, даже вот те же самые вдовы, те же самые вдовцы, те же самые матери и отцы, вы сможете приносить свою лепту, когда есть, делать свой, какой-то такой вот аккаунт, где мы можем вкладывать финансово, если надо помочь вдове, иметь бизнесменов, бизнесвумен, бизнесмен и людей, которые, если где-то что-то надо помочь этим людям, особенно вдове, которая не может розетку прикрутить, мне недавно вот Бог помог, мне розетка просто, мне розетка, можно сказать, выключатель, правильно сказала, из-за влаги просто со стенки вышел наполовину и уже были провода, я переживала, чтобы мой сын туда пальчиком не влез нечаянно и током не ударила или не убила, и я понимаю, что если есть такие бизнеса, которые могут, можно обратиться и сказать, есть у вас какой-то хендимэк, вообще, если у вас какие-то люди, которые могут быть на перечне, сказать, вот я тот и тот, если надо кому-то помощь, я могу пожертвовать это время, или кто-то скажет, я не могу бесплатно, потому что меня семью кормить, ну может быть на 70% скидки, смотря что, я не говорю, чтобы бесплатно крышу перекрыли или окна вставили, да, или двери, но вот такие мелочи, например, забился туалет, извините, я об этом говорю сейчас, но, например, это такое, у меня-то проблемы раньше не было, мне муж мог починить, например, перестала качать помпа, я не знала, что делать, потом, например, вот помпа, которая в колодце недавно меняли полностью помпу, есть люди, которые могли бы это сделать за полцены, мне пришлось заплатить это огромную, огромную цену, и слава Богу, что мне помогли и сделали, воды не было в доме, у меня макровей полетел, когда мой муж уже у Господа царствует, и я обратилась к брату, он мне помог выбрать, какой правильный, я даже тут особо не знала, потому что мне с мужем это делали, и он мне с моим отцом поставили на место макровей, микроволновую печь, и он сам все это сделал без меня, пока была на работе, слава Богу, что есть братья, что есть помощники, у некоторых вдов этого нет, или где-то далеко живут люди, а может мы думаем, да, у них там братья есть, они ей помогут, или ему там, у него там сестры есть, там они приготовят, мы не знаем. К примеру, у тебя братья трекисты, они тоже не available any minute. Да, они по всем штатам ездят, плюс мой младший брат приехал в Южную Каролину, он там живет, где-то месяца, по-моему, три назад, если не больше, брат другой живет, ряд 10 минут от меня, он ездит очень долго по всем штатам, приезжает домой, у него своя семья, свои детки, маленькие, и у него тоже много работы дома, и, кстати, он мне позвонил буквально чудом, потому что я думала, что он уже в рейс уехал, он говорит, я здесь, если уезжаю завтра в рейс, хотел узнать, как ты, я говорю, у меня выключатель, говорю, наполовину вышел со стены, и говорю, пожалуйста, приедь, помоги мне его прикрутить обратно, и он полчаса повозился, его даже и током долбануло, ударило здесь, и он сделал мне эту розетку, или этот выключатель, что я теперь не переживаю, что вдруг я ночью там встану, а мой сын пойдет что-то искать, в холодильник, или там что-то просто ходить, и он включит свет, и не дай бог чего, я спокойно сплю сейчас, и я понимаю, что мы должны делать такие группы, мы должны делать такие, как бы помощь такую, вдовам и сиротам, кстати, это большое будет преимущество церкви, та, которая особенно хочет расти, много идей есть, которыми я могу поделиться, которые я просто с твоей стороны знаю, даже женщины, в Америке так принято, говорят, что если у кого-то какая-то беда, то ли там сильно болеет супруга, или супруг, или сильно дети болеют, или уже когда ушли к Господу наши близкие, то говорят, мы делаем такой трейн, как маленький такой вот поезд, вагончики, они называют, типа как трейн, вот одна сегодня приносит готовить, завтра другой приносит готовить еду этой семье, и они, говорят, смотрят на какой-то период времени, они это делают, чтобы эту семью, то есть как бы не семья готовит угостить, а наоборот приносит этой семье, и я думаю, это очень прекрасный пример, тоже можно подчеркнуть, если мы будем иметь сердце Иисуса Христа, мы будем знать, что сказать, даже в нашем присутствии, открытого сердца, выслушать даву, это хорошо, не говорите, не плачь, сколько ты можешь плакать, это не поможет, от этого еще болеет, мне когда говорили, жизнь продолжается, я видела, что люди говорили так, это уже привычным путем, как-то вот, и в основном говорили люди, которые не были вдовцами, или вдовами, или не было в семье таких близких, потерь близких, некоторые говорили, которые уже давно прошлое время, и с тех пор, когда они потеряли, например, мужей, и как-то не по-другому, но прошло время уже, говорит, жизнь продолжается, для меня она была закончилась, когда мне говорили, жизнь продолжается, для меня это так звучало, друзья, Олечка, я тебе скажу, Лена, надо, молодец, держись, держись, держись там, Бог силен, это правда, Бог силен, но Бог силен через людей, через людей, через тебя, дорогая сестра, через тебя, дорогой друг, Бог силен помочь, той или иной семье, той или иной вдове, чем ты можешь, скорби, я знаю, я помогала, моей скорби, когда я шла и делала добро, насколько я могла, заставляла себя, даже когда мне не хотелось, а что я, я когда служила, когда я могла найти в себе эти силы, не все могут, я получала, маленький, такой, перерыв, от боли, она была, это вот, когда мне говорили, Лена, жизнь продолжается, знаю, что я чувствовала, продолжается, так мне будет больно, мне сейчас больно, она продолжается, я не хочу, я правда вам скажу, что я готовилась к тому, что мне лучше не жить, а умереть, и я готовила все для дома, я все подготовила, я сделала завещание, я была занята тем, чтобы делать завещание правильное, это другое у нас будет тема, как это сделать, зачем это делается, я была занята месяцами, чтобы, если я уйду в любой момент, мне хотелось уйти к Иисусу, мне хотелось уйти в Его объятия, чтобы мне Бог освободил от боли, и когда, говорили, жизнь продолжается, для меня было так звучало, боль продолжается, живи, и вы говорите, ну что у тебя в голове, ну не поймут, а я делюсь с вами, поэтому сказать, жизнь продолжается, это все, что пытка продолжается, потери, и боли потери, пожалуйста, если есть возможность, помочь, тем женщинам, которые вы знаете, которые вдовы, которые только потеряли мужей, постарайтесь, каким-то маленькими знаками внимания, как вы умеете подойти, не игнорируйте, замечают люди, которые кто-то ушел, из жизни близкий, когда им больно, почему-то Ольга так чувствуется, без слов, когда входит, игнорирует, молча, и молча говорят, что ты нам не нужен, или не нужна, это даже касается родственников, когда видишь, что тебя не хотят в доме, и не хотят тебя пригласить, не потому что тебе надо именно влезть в это, в это вот, как-то в семью, а потому что так хочется, какого-то тепла, и чтобы тебя поняли, и когда молчок такой, и даже когда напрашивается, тебя не хотят, и ты уже чувствуешь, что не хотят, потому что уже прошло 10 месяцев, и еще не хотят, это не, это больно для того человека, я это слышу не раз от вдов, говорят, что мы теряем, нас просто, как будто нас нет, но это минус тем семьям, которые знают делать добро, и не делают, которые помнят, или затаили прошлые обиды, огорчения, больше теряете, если вы не помогаете тем людям, которые ожидают какой-то поддержки, не обязательно те, кто потеряли мужей, нуждаются в вашей финансовой поддержке, и вы думаете, что если я скажу, она подойдет ко мне, то мне надо будет что-то ей отдать, лучше я проигнорирую, мне тоже деньги нужны, нет, потому вдовы и боятся что-то сказать, в другой раз, мне еще такое говорили, писали, кстати, ну знаете, вдовы разные есть, то есть или вдова-попрошайка, или та вдова, которая разбивает семьи, не говорите так женам, которые потеряли своих мужей, другие женщины боятся и прячут своих, можно сказать, мужей из своей семьи, от вдовы, или там подруги свои уходят в сторону, потому что переживают, чтобы вдруг вдова, вдовица, если она еще симпатичная вдова, чтобы она не разбила семью, это уже тоже я слышала от вдов, вы знаете, это боль, больнее всего это услышать, и почему это больно, почему я об этом говорю, я не говорю своего даже опыта, я уже говорю с опыта тех вдов, которые много слышала, от них, этих, эти речи, речи, вот эти вот переживания, и говорят, что почему-то, когда теряешь близкого, особенно, когда теряют, даже вдовцы говорили, что когда они теряли уже своих жен, говорят, почему-то люди уходят, ну, понятно, возможно, уже так не будешь общаться с тем человеком, именно вот друзья уходят, я не говорю, что все всегда друзья уходят, но часто я слышу, что мы остаемся, как бы вот, одни, один с собой, и, когда вы говорите вдовцу, или вдове, или матери, потерявшей детей, что я буду рядом, не забывайте этих слов, эти слова запомнил, и тот, который умер, он слышал, я помню, мой муж говорил, моей сестре, вернее, его сестре старшей, не забывайте Алену, не оставляйте, он сказал Алену, и я знаю, сестра пообещала, и она очень всегда молится, поддерживает, цветы присылает, мне на день рождения, вот здесь был очень большой, когда после урагана, и когда я говорю, слушай, ну, я все, что запаслась, на какой-то там период времени, думала, будет, у меня все, в холодильнике, света не было, мне надо было эвакуироваться, и даже вот в кулере, то, что поставила, оно за несколько дней, все растаяло и пропало, я огромный контейнер мусорный наполнила только едой с холодильника, и пустой холодильник, пока туда-сюда, просто ей говорю, и она мне позвонила, говорит, слушай, мне Бог сказал тебе послужить такой-то суммой на продукты, и Бог через нее помогает мне, и питаться, и покупать еду, там, где мы жили, около недели, немножко даже больше, потому что здесь невозможно было во Флориде ни кондиционера, ни света, электричества не было, вода, колонец у меня, он через электричество работает, ни интернета, ну, ничего, ни связи, ничего нет, здесь невозможно было находиться, плюс вот вода стояла очень быстро на улице, да, тоже после урагана, да, и я знаю, что Бог побуждал, и я благодарна Богу за то, что Бог располагает сердце, располагает тех людей, которые пообещали и сдержали слово, именно вот тех, которые сдержали, я благодарю, и для меня очень важно поделиться этим, для того, чтобы услышали не только это вдовы, да, или там вдовцы, или те люди, которые потеряли близких, мамочки, папочки, а те люди, которые не представляют тебе, что это такое, пригласить в дом на праздник, семью, которая нуждается, это большая привилегия, это большое благословение, вам придет в дом, это не то, что я вам напрашиваю, это я не напрашиваю, слава Богу, у меня Олечка, спасибо тебе за приглашение, мне Олечка с ее мужем пригласили меня, с моим сыночком в Южную Каролину на День Благодарения, и я уже не могу дождаться, спасибо, Оленька, что ты открыла сердце, мой сын пришел, это в порядке, мой сын пришел, и ты знаешь, я хочу сказать за других дом, на День Благодарения, дорогие друзья, дорогие лидеры в церкви, пожалуйста, не оставьте эту семью, которую вы знаете, кто там, пусть даже муж год назад у нее ушел, или у вдовца жена ушла, там, какой-то период времени, или там кто-то близкий ушел, дети ушли к Господу, не оставьте таких семей, вы думаете, у них родственники есть, кто-то их потом возьмет, а там у них много, вы не знаете, можно так, один подумал, второй подумал, и никто не пригласил, и люди остались одни, а мы думали, так у тебя же поддержка есть, а у тебя же там столько друзей на Фейсбуке, а у тебя же там родня живет, мне тоже это говорили, у каждого своя жизнь, не все-таки дружная, это правда? Позаботьтесь, пожалуйста, о своих сиротах, дорогие лидеры церкви, о вдовах, о вдовцах, о матерях, об отцах, которые потеряли детей, это большое, великое вознаграждение, когда вы не оставили человека одного, даже если вы никуда ли она не захотели пойти, из-за боли, постарайтесь, чтобы Бог открыл, сделать то для них, чтобы они почувствовали, мы тоже, как бы ни было, может тяжело им праздновать, первым, если будет первый праздник без мужа, эти праздники, они первые без мужа, они очень болезненные, и для себя я знаю, что мне надо было из дому, я даже не знаю, ли буду украшать на расчество мой дом, не знаю, я еще так думаю, я не знаю, я бы не готовила ничего на День Благодарения, обычно это всегда был праздник, даже когда муж болел, мы готовили, у нас был стол, я поделюсь этой памятью, мой муж речь говорил, тихонечко, он же не мог много говорить, но он был за столом, он есть не мог ничего, но он был за столом, он благословлял, это был прошлый год, на День Благодарения, сегодня, я, конечно, Бог позаботился обо мне, я была бы одна, если бы меня Олечка не пригласила, не потому, но оно было бы очень, как сказать, тяжело быть одной на празднике, лишь только потому, что ты вспоминаешь, как это было, кипело все на кухне, запахи, пищи, желание готовить, мой призыв так, если вы боитесь пригласить кого-то, не знаете, что сказать, пусть вам Бог пошлет мудрость, то, чем я поделилась, я думаю, это очень важно, чтобы вы услышали, наверное, это не напрасно, что мы сегодня довели эту тему перед праздниками, я думаю, кому-то надо это услышать, опять-таки, я не говорю, чтобы это мне сделали, я говорю, сделайте тем, кто не может за себя сказать, постучите с двери, вы же знаете, где живет дава, где живет сирота, где живет давец, мужчины, вы знаете, где находятся эти люди, не думайте, что и у них есть там семья, они им помогут, может быть, нет, а может вы их семья, вы не знаете, каких у них отношения с семьями, с друзьями другими, вы не знаете, не предполагайте, лучше сделайте, когда есть побужение, мне было побужение сегодня выйти в эфир с Олечкой на эту тему, кстати, о тему не знала Ольга, а вот она ко мне пришла буквально за три часа до того, как начался наш эфир, я благодарю Бога на эту тему, не говорите вдове или вдовцу, как скорбеть и сколько, если вы видите затягиваться с вашей точки зрения, просто будьте рядом, поддержкой, давайте о себе знать и молитесь, просто будьте рядом, это может затягиваться, но это не оставляйте, не оставляйте, будьте рядом, мы должны иметь право скорбить так, как наш организм этого требует, кто-то сильнее, кто-то слабее в этом, я скажу Олечка тебе, в этом месяце, только в этом месяце, дня два назад, я почувствовала, что у меня происходит исцеление, это не потому, что я сильная, а я поняла, за меня молились, и были рядом близкие друзья, виртуально, те, которые могли время уделить, звонили, как я сказала, как я, будучи общительным человеком, я сама звонила людям, писала, я передачи эти с тобой веду, потому что у меня есть к этому потребность, да, я здесь могу выговориться, я пациентам моим служила, моей боли, я чувствовала сразу подкрепление внутри, не все это могут, но у меня это происходит так, это не значит, что мы уже, вот смотри, как Лена, нет, 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 не говорите так, это мой путь, у другого женщины другой путь, будьте рядом с плачущими, и радуйтесь с радующимися, имейте сердце Христа, у него было сострадание, самарянин, который нашел дорогу, священник, спешил, бегом на службу, надо было служить Богу, певец или прославитель спешил славить Бога и петь ему, и левит, да, он спешил служить Богу, но он пропустил, они пропустили, самое главное, это был их, их проверка, их экзамен, служение Богу не всегда на сцене, не всегда у микрофона, не всегда через проповедь, служение Богу, там, где никто не видит, на сцене не увидит, как вы помогаете вдовцу или вдове или сироте, а вас, может быть, никто не скажет, что вы помогли, но скажет об этом Богу, ангела его, и Бог увидит, и в то, ваше тайное, в тайне, Бог вам воздаст, явно, Бог, поблагослови меня, помоги мне, используй меня, а вот видишь, человек раненый сердцем, а вот видишь там, ну да, сколько уже я звонил, сколько мы звонили, сколько мы говорили, как-то не отзываются, сколько уже можно, Господь, используй меня, помоги мне там, веди меня, Господь, что я могу для тебя сделать, и как-то Бог таким уникальным путем говорит, а вон близкий тот, которого ты рассердился на него, или на нее, с которым ты в ссоре столько лет, окажи милость, и Бог окажет тебе милость, аминь, Олечка, моя проповедь закончена на эту тему. Да, Лена, спасибо тебе огромное, слушаю тебя, и хочется добавить, что когда вот человек замужем, женат, то даже и в служении очень важно иметь это обоюдность, это понимание, это поддержку друг друга, да, даже когда вот у тебя муж, дети, не всегда ты можешь оторваться и послужить кому-то, то даже хочется обратиться к мужьям, если у вашей жены есть подруга, которая вдова, разрешайте ей общаться с этой подругой, приглашать к себе, может куда-то уехать самому, а может быть сесть, выслушать и помолиться, как мужчина, может быть дать какое-то слово благословения, потому что часто в семье жена готова служить всему миру, а муж говорит, я устал, я хочу отдохнуть, да, а у кого-то, может быть, с финансами трудно, у кого-то, может быть, человек не может пригласить домой, например, старенькие родители, или же собаки дома, не всегда чисто, да, но это не обязательно всегда приглашать к себе, можно же выехать на кофе, и это кофе стоит пять долларов, ты можешь посидеть в хорошем кафе, просто-напросто послушать, даже много не надо говорить, просто послушать, и ты говоришь за Thanksgiving, но, Лена, наближается и Christmas, и Новый год, и другие праздники, и Дерешни, и Diversaries, и я тебе хочу сказать с моим опытом, это очень тяжелые моменты, и это очень тяжелые моменты, и я благодарю Богу, что в моих ситуациях всегда был кто-то, всегда был кто-то в эти дни, я тебе скажу, Рождество для меня было очень тяжелый месяц, первый после смерти сына, обычно любят на Рождество присылать фотографии семьи, кто-то родил, кто-то замуж вышел, мне было так это больно смотреть, у них родился новый ребеночек, а у меня умер, и то же самое ты будешь проходить, пришел к тебе семью, ты скажешь, вот у них все хорошо, а у меня не так, это очень болючие моменты, поэтому, друзья, хочется призвать, призвать, служите семьями, служите в одиночку, выходите, выезжайте, уделяйте этому время, потому что никто не знает, что ожидает вас завтра, это одно, хотела, что я сказать, второе, Лен, спасибо огромное, что ты призываешь лидера церкви служить сиротам, служить Богом, это очень важное служение, и важно этому уделять время, конечно, очень хотелось бы, если кто-то нас слушает, можете даже под этим видео написать, handyman, например, ты кому-то за you can charge someone 300 долларов, дави, ты скажешь, ну дай 100 долларов, за мой бензин, за время, или как мне недавно диваны приехали, почистили, дорого, а ты можешь доведать большую скидку, или бесплатно, точно так же машину поремонтировать, или еще что-то сделать, или даже приехать дома брать, когда вот она только-только похоронила мужа, да, как ты говорила, Лен, 4 месяца, я не могла зайти на кухню, мне было больно дотронуться к ножу, мне было больно готовить, мне было физически больно, да, поэтому, друзья, сегодня мы как-то труба отрубим и говорим, что услышьте и отзовитесь, потому что за это все будет награда на небесах. И не только на небесах, и не только, потому что здесь мы как-то так устраиваем свое гнездо, мы так по натуре нашей, мы рады, мы заняты, мы заняты, а кто не занят? Мы очень заняты, мы не можем, у нас новая машина, мы заняты, мы купили землю, мы заняты, у нас бизнес, мы строим бизнес, мы заняты, мы дом купили, вы знаете, как мы сейчас заняты? Когда, помнишь, пир собрал, Господь пригласил, да, вот всех вот, пригласил на пир людей, те, которые потом говорят, мы не можем прийти, притча такая, мы купили дом, он говорит, я женился, я не могу прийти, мои обязанности провести время с женой, увеселять его, и ничего там плохого нет, это прекрасно, потом, потом, мы купили дом, мы купили валов, это как бизнес, надо за ними смотреть, и потом, что сказал этот господин, пойди на улицы, и пригласи, и тех, и тех, и тех, и тех, когда мы заняты, от занятости, нашей суетной, как я это сейчас больше и больше понимаю, при моем молодом возрасте, я понимаю так, моей занятости суеты, нет славы Богу, да, понятно, мы должны устроять семью, мы должны и не игнорировать нашу семью, не то, что убегать из семьи, кому-то помогать, а свою семью оставить, но здесь надо иметь баланс, и посмотреть, если я, всегда нужна, приходит тогда, когда ты очень занят, помочь другому, у меня, помню, в отделении я работала в Progressive Care Unit с пациентами COVID, это не то, что ты был занят, я там по 16, 18, 20 часов работала, это очень много, это невозможно просто физически, не пивши, не евши, верьте, не верьте, падала с ног, потому оттуда и пришлось уйти, потому что я просто уже здоровье начала свое терять там, и я понимала, когда мне побуждение внутри помолись за эту женщину или за мужчину, это в тот момент, когда мне надо столько медикаментов дать, тот час, у меня новый, новый admission с ER, department, и это какой каждый раз неудобный момент, молиться за этого пациента, когда я уже столько для него сделала, Бог говорит, ну ты спроси, помолись, и когда я говорю, можно помолиться, это взяло 3 минуты, это много все равно, потому что там, где надо лекарства раздавать, у тебя 5 пациентов, и у каждого по 25 лекарств, плюс другие новые ордерс от врача надо проверять, это много, но я видела, чувствовала присутствие Бога по Мазани, именно в тот момент, когда ты не можешь, это было так всегда, и оно так всегда будет, друзья, это не будет этот момент, когда ты сидишь на диване, смотришь кино, читаешь книгу, газету, сидишь в инстаграме, оно не будет так, да, можно добавлю еще что-то, и мы уже будем заканчивать, Люба Шейфер мне делилась, она нам на женской конференции рассказывала, она служит женщинам, да, и в церкви, чтобы ей выйти на парковку, после собрания, это буквально занимает около часа, потому что с каждой стороны кто-то к ней подходит, она знаменитый человек, а муж такой, знаешь, ну, и он ей приказал, ну, с сегодняшнего дня ты выходи через заднюю дверь, я не хочу тебя ждать час в машине, пока ты с вами поговоришь, ответишь на вопросы, и вот она начала, вот послушная жена, слушая его, она после собрания начала выходить через заднюю дверь, как бы где-то там, где сцена, и это заметил один из служителей, и он ее позвал, говорит, что ты делаешь, она говорит, ну, мне так муж сказал, он говорит, это ты очень некрасиво делаешь, ты должна выходить правильно и уделять время людям, это твое призвание, ну, и она говорит, Саш, ну, подожди, и она выходит через, вот, правильный выход, и, а, и он говорит, ты должна выйти, и три человека поздороваться, обнять, и потом пойди домой, три человека, поздоровайся, обними, и уйди домой, и она говорит, я так выхожу, вот первая павшая какая-то женщина, Она так стоит как-то украдка за дверями. Я, говорит, ее знать не знаю. В эту церковь многие годы хожу, но я ее знать не знаю. Я вот такая вот на эмоциях, первую попавшую. Привет, как дела? Она такая мне говорит, спасибо, что подошли. А то я уже наготовила горсть таблеток, хотела покончить с собой. Я, говорит, в эту церковь хожу 15 лет, ко мне никто никогда не подошел. Она говорит, я в таком ужасе была. Поэтому, друзья, дорогие, кто слушает нас, хотя бы три человека. Улыбнитесь, обнимитесь и спросите, как дела. Хоть это вдова, хоть это сирота, хоть это вдовец, хоть это разведенный. Это человек, похоронивший кого-то. А может быть человек, проходящий страшную депрессию. Или кто-то теряет бизнес, или у кого-то проблемы на работе. Наши проблемы. Мой зять тоже рассказывает. Он был очень маленький, 8 лет, у него было 8 лет, и умерла мама. И умерла мама. И он говорит, было так больно, когда все приходят к папе, и его жалеют. А на нас сирот даже не обращают внимания. Дети тоже замечают. Поэтому дети, сироты тоже очень сильно нуждаются в любви. И они потом обозливаются в жизни, что так в церкви поступили. И не потому, что церковь виновата или Бог. Нам надо иметь чувствование, сострадание. Меня так на работу два раза нанимали. Говорит, Лена, там, где мне не было опыта в той сфере. Может быть, медицина имеет разное отделение, разные области. Надо каждую свою экспертизу, например. И мне говорили, Лена, я вижу тебе сострадание. И меня, она говорит, состраданию научить нельзя. Можно научить, как процедуры делать, как медикаменты внутривенно вливать, еще что-то. Ну, а состраданию научить нельзя. Это мне говорили два раза уже, когда здесь, я живу, во Флориде, нанимали на работу. Но я все-таки верю в то, что состраданию научиться можно, если открыть сердце для Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос меняет сердце наше. Оно из каменного становится плотяное. Чувствительное. Мы бы чувствительны к другим людям. Опять-таки, друзья, я это не говорю за себя, чтобы для меня кто-то что-то сделал. Я говорю, чтобы вы сделали тем, кого вы... Присмотрите, пригласите к себе тех людей, которые вы... Вы не знаете. Думаете, да, они там, мы их не знаем. Чего мы будем приглашать тех людей, которых мы не знаем? Откройте двери сердца. Вы же не криминалов приглашаете? Да. Откройте двери сердца. Если не знаете, расспросите у людей. И то, кто что вам говорит, не всегда тоже может быть правда. Если люди наслушали чего-то, а это может быть... Бывает так, что дьявол такими сплетнями хочет поставить в сторону ту или иную семью или ту или иную человека, что просто потом ему сказать, ты никому не нужен. И если нет сильного поддержки основания Божьего, человек может сломиться. И потом Бог спросит, что я, Елена, сделала для того, чтобы помочь таким, как ты? Ты знала, что ты сделала, Елена? Сегодня я хочу быть голосом этой вдовы, вдовца, сироты. Хочу призвать всех тех, кто слушает, имеющие ухо, слышит, да слышит. Для того, чтобы этот праздник, эти праздники, они были... Чтобы вы были слугой тем людям, которые говорят все. Если тут, может быть, он говорит Господу, может, стоит вдова, вдовец, Господь, сирота. И я чувствую себя одиноким. Вот праздники идут, я не хочу, чтобы они были. Мне неинтересно. Мы созданы для того, чтобы общаться. Нам хорошо общаться с теми, кто друга знает. Друг, семьи, семьи знают, мы всегда проводим вместе время. Нам больше никто не нужен. Мы в своем, как в таком клане маленьком, такой вот, и как и такие ячеечки у нас. Мы же никого не хотим пустить в наш круг. Это момент, когда мы уже очень комфортабельны, да, в общении. Мы тут смеемся вместе на лыжи, вместе там на океан, на джетский, в парк. Мы там так классно вместе. Классно? Открывайте, делайте шире круг. Открывайте сердца. Пускайте тех людей, которых вы не знаете. Это будет великой наградой, благословением. Ваши дети увидят то, что вы делаете. И потом они, в свою очередь, будут делать это и приобретать богатство на небе. Мы не заберем туда наши джетские машины, бизнеса. Мы не заберем на небо ни наши дома, которые мы так усердно строим, обогащаем. И, как говорится, делаем их уютными. И наши торты, которые мы печем, наши блюда, которые мы делаем, мы не заберем. Мы не заберем доброе. Если ты сделал красивый торт, принеси. Красивое блюдо принеси. Я видела, как приносили это мне во время горя. И в то время, когда муж болел. Мне приносили еду. Я просила, и другие так привозили, приносили. Мы что понимали, готовить некогда. Вот это пойдет на небо. Тепло, доброта. Доброта, которая искренне исходит из сердца. Открывайте сердца. Учите сострадание. Учите доброте. Учите замечать людей, которые не в вашем круге общения. Это сердце Иисуса. Хорошо, Леночка, спасибо огромное. Время бежит. Друзья, всем спасибо, кто нас слушал, кто присоединился, кто комментировал. Лена, тебе интересно, что вы писали на фейсбуке? Мне всегда интересно. Потому что я хочу, чтобы люди общались. Хотя бы такими. Леночка Тупик, она написала, дорогие, приветствую вас. И когда мы говорили о том, что люди как-то заняты, не уделяют внимания друг другу, она писала, может, это так влияет на комфортную жизнь, что так уже встречаются сердца. Опять, это вопрос. Потому что в Америке есть комфортно, все есть со всех сторон, но люди очень тяжело работают. И опять, не всегда есть время, не всегда правильное время, когда семья. Как бы служить другим людям, когда у тебя у самого семья, это очень непросто. Даже быть замужем, Леда, это, я думаю, своего рода служение тоже. Ты служишь и мужу, и детям. И убери, и приготовь вовремя, да. И получается, когда ты служишь своей семье, и в это время еще служишь людям, это нелегко, это как джагл называется, это баланс. Светлана Эден поставила, что молится нас. Ирочка Цуман пишет, когда мы говорили о том, что нас слышит и в Турции, и по всему миру, она пишет, даже если один человек услышит, это уже служение. Спасибо, кто участвует. Лилечка Тупик написала, внимание, дорогие. Друзья, мы очень рады, что вы слушаете и пишете, участвуете. И, Лен, спасибо, что ты открываешь в свое сердце такие важные вопросы, понимаешь, и просто хочется сказать, господи, дай возможность служить. Дай возможность служить. К примеру, например, вот даже мы сейчас вообще не у нас. Мы в ренте, да. Хочется сделать женский завтрак, и негде. Понимаешь, даже вот негде. Ты говоришь за церковь, ты за церковь говоришь. Церковь в ренте. Или вот как-то там хочется сделать какой-то рекрит, не знаешь, где. Не знаешь, как бы проблема в том, что многие в церквях. Вот если церковь уже выплачена, то там больше уже как-то оно все устроено, организовано. А когда ты в ренте, тебе очень тяжело даже какое-то служение организовать. Слушай, Лариса Бубела, ты знаешь таких? Ну, это Виктора, сестричка родная, моего мужа покоя. Лариса написала, девочки, спасибо вам за передачу, очень насущная. И служит напоминанием, кто мы и к чему мы призваны. Быть голосом и руками и ногами Иисуса Христа. Благословение вам, Ларисочка. Спасибо огромное на всю поддержку. Мария, кажется, она уже живет в Германии. Ты помнишь, мы вместе проводили женскую конференцию. У нее тоже особый ребеночек. Маша. Маша из Турции. Вот. Да. Так что, все, кто слушает нас на Инстаграме, на Фейсбуке, друзья, мы очень рады, что вы с нами. Хочу сказать, что все эти видеопрограммы я потом скачиваю, edit, ну, их вырезаю, ставлю обложку и загружаю на YouTube канал. Так что, если у вас есть в семье вдовы, или вы просто хотите больше узнать эту тему, прослушать, прочувствовать и служить больше в этой сфере, то заходите на YouTube канал у Ганищенко «Открытое служение открытой сердце», и там есть плейлист, называется «Женское мужество». А Светочка Коваль пишет, как еще раз посмотреть, опоздала с работы, пришла поздно. Олечка, Леночка, хочу прослушать. Светочка, мы сейчас заканчиваем этот эфир. Вы выключите телефон, включите его еще раз, и вы сможете, это видео будет у нас на страничке у меня, у Лены. Можете прослушать все от начала до конца. Спасибо за комментарии, за желание, спасибо за то, что поддерживаете. Для меня это тоже большая поддержка. Я не понимала раньше, когда те люди, которые делились своей жизнью, даже проповедники, там говорят, что пишите, пишите отзывы. Оно укрепляет. Я как-то не могла понять, как оно укрепляет. А знаете как? Оно дает желание открываться дальше. Почему? Потому что дьявол тебя атакует в другой раз, говорит, что ты не то наговорила, ты не то сказала. Или потом приходят люди и говорят, да ты все в одном и том же, сколько можно, жизнь продолжается, живи, сколько, хватит уже печалиться. Я скажу, что Бог знает, как исцелить. И я еще хотела одну вещь сказать быстренько, Олечка, в конце. Не спешите торопить вдов, когда им исцелятся и когда хватит печалиться. Молитесь Богу. Бог знает день и час, когда придет исцеление. Именно от Бога. Только Бог будет исцелить утешение, а потом исцеление. Я убедилась пару дней назад, когда пришло ко мне сейчас начало исцеления. Я даже удивилась, что так быстро. Это не потому, что я забыла мужа, не потому, что я забыла мою любовь. Любовь никогда не перестает. Ни вечная, ни земная, когда она настоящая любовь. Богом данная. Мы достигаем людей. Но для меня главное, Олечка, сказать, Марк пришел. Привет, сынок. Он все тут участвует тоже. Привет, сынок. Марик, где папа? Где папа, сынок? Дэри в небе. Я его научила, потому что он очень скучает. И сын с особыми нуждами, ему 26 лет. У него нет друзей, у него был папа самый лучший его друг. И пока нет таких... Он именно ищет общение с... Именно мужского такого общения. И люди пока заняты общаться с таким ребенком, как мой Марк. Не умеют, не знают как. Но жду, чтобы Бог пошлет для него руку. Нет, ты никогда не понимаешь, что он ничего не понимает. Я вот знаю, ты же скоро к нам приедешь, дай Бог, если все будет хорошо, да? Я говорю, Лена просила, чтобы... Ну, ты рассказывала на тему, что не хватает мужчины в жизни и Марка. И Олег говорит, ты можешь провести с ним время? Он говорит, а как? Я говорю, ну что-то по-мужски посидеть, говорит. А он же не понимает. Я говорю, сесть. Говорю, нам на траке его покатать. Вот что-то мужское ему показать, что-то сделать. Даже если ребенок не понимает или не говорит, это не значит то, что ты не должен ему уделять внимание. Хотели дать тебе комплимент? Хотела дать тебе комплимент. Я когда тебя это увидела, ты очень хорошо и светло выглянишь. И надеюсь, это потому, что ты собираешься к нам. Это подарок мне от Господа. Спасибо, Олечка, что ты постаралась от души. И это то, что ты позаботилась о том, каким образом и как мне к тебе доехать. И в такое время тяжелое. Мне не надо думать, а где мне взять какую-то копейку, чтобы я могла. И спасибо, что ты открыла свое сердце, Олечка. Это Бог. И слава Богу всем, кто и в служении открыто жертвует, и кто поддерживает. Друзья, в конце нашей программы хочу попросить молитву по домам, кто можете, помолитесь за мою свекровь. Буквально вот за полчаса до нашего выхода в эфир сообщили, что у нее тромбы застрял в мозге и произошло кровоизлияние в мозг. А сейчас происходит операция. Поэтому по домам, кто может, молитесь. Его зовут Ольга и тоже Анищенко. Сколько лет свекрови, Олечка? 72. 72. Будем молиться. Просим поддержать в молитве и верим. И верим, Леночка, что все будет хорошо, и ты сможешь к нам приехать на Thanksgiving. Будем молиться, и Бог устроит. Будем благословить руки врачей. Благословляем каждого, кто слушает нас, особенно сирот, особенно вдов, особенно вдовцов. Правильно, Леночка? Да, да. Матерей, которые потеряли своих деточек, отцов, бабушек, дедушек. Своих братьев, которые потеряли своих близких, своих сиблингс. Да, чтобы каждый мог провести праздник не в депрессии, не в слезах, а чтобы его окружали хорошие люди и хорошее настроение. Аминь. Здоровья. И Бог, да, ответит на каждую нужду и просьбу, особенно те, которые сейчас чувствуют во время праздников глубокий недостаток жизни, невосполнимая потеря. И Бог действует, запомните, друзья, через вас. Бог действует через людей. Исцеляет, помогает, утешает. Да. Хорошо, друзья, будем прощаться. Я сейчас опять попробую выйти из зума. Что-то в прошлый раз не было, не получилось сейчас тоже. Олечка, уже навыки у тебя должны быть. Благословение тебе, Бог помоги тебе выйти из зума. С Богом, всем с Богом. Всем спасибо.